о как же все это дело уже надоело небольшой фриплей я сейчас просто наполняю свою казну деньгами и сейчас мне надо сдать фракта ребята нужно сдать фракт этому торговцу я не понял торговец ты где иди сюда мой магазин к вашим услугам капитан ничего личного но очень влиятельная особа запретила вести дела с вами никаких сделок извините простите но я не совсем понимаю что произошло обратитесь к мисс гатри она недавно прибыла на сау и взяла под контроль и сделки с призами на бермудах и сам джекман к ней с поклоном заходит гантри что это знакомое ладно хорошо до встречи чего это вот что сейчас вообще произошло то есть это получается никаких сделок со мной а ничего что я как бы ребята доставка грузов для магазинов из магазина сан-джонса мне поручено доставить груз сахара в количестве сами видите с каких штук а он говорит что он ничего личного но очень влиятельно особо запретила вести своими делами никаких сделок извините то есть болен я не знаю чё я буду делать то есть тот груз который мы привезли он полностью просран и мы видим в судовом журнале после данного вот этого сообщения появляется не плюй голоден вот так сюрприз торгаши отказываются вести со мной дела говорят что некая гантри тому виной гантри семья колониальных торговцев из а бостона вроде что не забыли на карибах нужно выяснить и короче пока мы не выясним и дело с мертвой точки не двинется самая проблема беда в том что я не могу никакую торговую операцию произвести поэтому поэтому мой фриплей ребята резко подходит концу и мы начинаем новое новое сюжетное прохождение то есть уже двигаемся с вами дальше но так ребят что теперь получается в предыдущем сюжете как я уже сказал вы видели что мне прилетел квест не плюй в колодец смысл вообще прохождение того квеста как я уже понял нужно найти некую вот эту женщину которая к некую женщину которая запрещает иметь со мной какие-либо торговые дела всех торговцев на всем получается архипелаге но как надо ребят выкручиваться из данной ситуации тут выхода два ребята можно тупо сейчас брать фрахты либо плыть на ямайку там в итоге мы опять берем квест не плюй в колодец либо в данном случае откатившись назад у меня сейчас все магазины в данный момент открыты то есть этого квеста нету мы вернулись в прошлое я предлагаю предлагаю сразу же подготовиться к прохождению квеста не плюй в колодец то есть это пред подготовка ее только можно сделать подчеркну ребята откатившись по сохранению назад а это какая у нас подготовка ждет а подготовка ребят такая дальше по квесту приоткрою завесу тайны нам будут говорить что нам надо какое-то золото золото отдать типа даем взятку золотом и тогда у нас все дела пойдут как надо то есть смысл такой где ребята взять это чертово золото есть два варианта можно в данном прохождении попробовать закупить золото пока магазин открытый квест не взят не плюй в колодец либо ребята второй вариант мы попробуем украсть это золото у испанцев это будет конечно много сложнее но попробуем и так и так как у нас получится первый этап я все-таки наверное посвящу тому чтобы закупить золото напомню к данному временному моменту у нас 400 тысяч 400 тысяч наших денег хотят не золото это неправильно это опечатка в общем золото ребята надо попробую купить взять квест и посмотрим что будет если я правильно помню что нас ждет дальше это ребята немного отпускаю спали ручек надо где-то примерно 600 мер золота я только не помню что означает 600 мер но давайте разбирать не судей поспешно я предлагаю а пока открыты магазины на самом предыдущем откате сохранения как я уже сказал мы загрузили игру и сейчас будем покупать вот смотрите цена покупки товара магазине 239 штук я не знаю в чё значит мера ребят центнеры или штуки 239 золота было куплено на один из кораблей сейчас я предлагаю ехать другую колонию купить золото еще остров гвадалупа поселение бастер а мы наш давайте поторгуем любые товары на любой вкус так сейчас меньше не интересует не интересует только золото и так попробуем купить сразу это золото на мой тот корабль как я уже говорил мне надо чтобы у меня было 600 его я не знаю хватит ли мящий денег на на вот это все мероприятие 511 и это при том я не знаю хватит ли вообще у меня места 511 мер надо купить еще чуть меньше ста и попробовать вот именно с этими всеми мерами продолжить наше прохождение дальше мартиника поселение форт-де-франц а также магазин по мои товары самые лучшие вообще абсолютно с ними церемонимся я не знаю надо сейчас на вот этот мой корабль 590 блин чуть-чуть не хватает ну так получается 20 центнеров это 10 единиц золота все вот 600 ровно золото у меня есть если нам требуется 600 единиц товаров трюме то в принципе мы это золото купили ушло на это ну сами видите у меня осталось 53 тысячи сейчас можно спокойно идти на рожон и брать квест уже не плюй в колодец сейчас мы берем любой фрах и как только появится квест не плюй в колодец и я сразу же вернусь ребята вот наконец-то моя судьба меня докидала до такой степени что в одном из магазинов мне опять сказали тоже самое торгуемся капитан ничего личного но очень влиятельная особо запретила вести дела с вами никаких сделок извините простите но я не понимаю что произошло обратитесь к мисс гатри она недавно прибыла на сау и взяла под контроль и сделки с призами на вермудах сам джекман к ней поклоном заходе гатри что-то это знакомо ладно хорошо до встречи в общем сейчас данный момент ребята что мы имеем у нас есть корабль с полностью груженный золотом надо взять этот корабль золотом и валить на бермуды остров бермуды поселение пиратское пиратское поселение в общем приезжаем сюда и наверное нам надо блин а куда я зашел то а нам нужно в магазин ребята первым делом и в магазине начнутся дальнейшие движухи я не пойму где магазин здесь это проще вот так перейти впереди в магазин мы замечаем такую ситуацию стоят два каких-то непонятных три непонятных каких-то головореза и за стойкой получается в уазе вот этого нету торговца который нам козни строил нам надо поговорить с этой барышней эй барышня хочу бегать говорим когда я освобожусь а вот и наш проблемный капитан пришли уладить разногласия давайте уладим но предупреждаю эти парни с мушкетами здесь не просто стоят дело в том что торговцы в колониях и даже пираты перестали со мной вести дела говорят что вы тому причиной могу я поинтересоваться чем дело дело в вашей неосмотрительности и как я думаю в неопытности делах нового света позвольте объяснить слушаю вас прежний владелец этого магазина месье в уазе был можно сказать поверным нашей семьи весь добытый пиратами а часто и каперами товар его усилиями становился вполне легальным и приносил прибыль всем том числе и губернатором и командующим военных эскадров и вдруг некий бравый капитан решает что ему правила не указ и начинает творить хаос деньги дорогой мой любят покой ваш проверенный сам по сути был пиратом и мешал торговли на архипелаге ко мне обратился уважаемый торговец от имени сообщества и я решил проблему в меру своих сил и возможностей не понимаю какие у нас с вами могут быть разногласия капитан во что я могу списать на неопытность и непонимание сути вещей но предупреждая еще слово говорить будет оружие блин ребята нахреневшая вообще какая-то приехала сюда внимание тут в общем есть два варианта исхода данного диалога но нам в любом случае надо об этом говорить поэтому таким то себя возомнила девка и короче я ее я и убил я и убил это чё еще за нахуй то есть все девка убита а вы чё не будете не заступаться алло но они для меня как бы угроза но вы как поняли естественно я хочу проверить что за всем этим будет я потерял одного своего офицера кстати очень неплохого толкового офицера головореза в принципе не такие уж и слабые нужно немножко постараться поэтому я хожу со свитой итак выходим из магазина короче неудачно вышли из магазина я вернулся ребята обратно в магазин полностью обратно в магазин девку я убил мои товары самые лучшие где городская стража уже взяла твой след далеко тебе не уйти грязный пират у хозяин магазина все туда же пиратов ловить а вот что я тебе скажу приятель сиди тихо и будешь жить то есть вывод такой девку ребята можно убить но почему-то мы здесь поселение оказываемся персонами нон-граток то есть расклад ребята такой если убиваем девку в магазине будет все примерно так но сбежать в принципе с острова можно только я не знаю будут ли вестись дальнейшие торговые дела давайте на это дальше посмотрим кстати ребят вышел из магазина и почему-то все побаиваются переночевал короче ребята в таверне сейчас данным бумажный патрон сейчас переходим магазин и посмотрим будут ли новые диалоги а как видите меня уже никто не боится то есть прошли сутки нет меня боятся вот что будет ребята происходить когда мы попытаемся приплыть в любую из колоний то есть прикол весь заключается в том прикол заключается в том ребята что в магазине когда мы полностью расправились со всеми я сейчас тут подгрузился то есть все убиты абсолютно а я посмотрел наш судовой журнал а естественно в раздел нации у нас нация англия в принципе можно сменить любой флаг но обратите внимание после убийства и расправа в магазине мы становимся персонами нон град а вообще во всей игре то есть у нас максимальная награда за голову так это что касаемо если мы девку убьем что же будет если мы согласимся на все ее требования эй мордоворот дай пройти и я не занимал говорим когда я освобожусь а вот наш проблемный капитан пришли уладить разногласия давайте уладим но предупреждаю эти парни с мушкетами здесь не просто так стоят капитан я ваш тот могу списать на неопытность и непонимание сути вещей но предупреждаю еще одно слово говорить будет оружие оружие уже говорила и в итоге ребята ни к чему хорошему не привело но в принципе такой вариант исхода вещей и реалий давайте сбавим тон и найдем решение наших затруднений 600 мир золотой и сразу или частями на ваш выбор мы забудем это недоразумение сколько сколько а какого хрена да вы в своем уме это ж невероятно именно столько понесла убытка моя семья и ее партнеры от вашей выходки надеюсь выгода этого стоила и как же прикажете добывать такое количество золота ведь торговцы у вас все под каблуком вы же грязный пират капер а вы тюрист неужели оскудили местные моря галеонами думайте сами срок один месяц иначе все охотники за головами но и старом свете вдруг загорятся желание принести мне вашу голову ну я пошел то есть вы сейчас были свидетелями вы видели что она сказала либо за месяц мы привозим 600 мир вот эти вот этого золота либо ребята мы все-таки ее убиваем и у нас проблемы короче со всем миром абсолютно со всем миром но там можно конечно как я уже сказал франсуа примириться попробовать заплатить какие-то но у нас у нас золото будет собой по идее в нашем случае в пути сейчас мы ей отдаем золото давайте поговорим когда я особо вот что мне удалось добыть вижу здесь я на данный момент наши разногласия улажены всегда рада видеть исполнительного и смекалистого добытчика заходите еще до до свидания нифига себе заходите еще 600 мир золото мне принесите а и так ребят вот сейчас этого момента у нас судовой журнал бряхнул то есть зубастая баба это гантри не хотелось бы иметь проблем с остальным семейством дело улажено машина отдана мне нужно выпить принципе тут идет намек что надо идти в таверну ребят переночевать и попробовать зайти в магазин у нас проблема мы не можем пользоваться магазинов мы видим как вооруженные охранники до сих пор тут бродят очень бродит добро пожаловать капитан питер блат поднимается сильный ветер не правда ли добрый день сэр да но вчера была отличная погода то есть у нас диалоги открыты это на следующий день поставок мы золото отдали это был вариант прохождения ребята когда мы золото с вами купили в магазине заблаговременно откатившись по сохранениям назад но давайте посмотрим что делать если уже произошло то что произошло я сходил подчинил корабль сделал небольшие дела единственно было закупиться провиантом вот это я щелканул я конечно не сделал я вернулся магазин все как обычно ребята для того чтобы взять очередной фрахт фрахт на заработок денег мои капитан ничего личного но очень влиятельная особо запретила вести с вами дела никаких сделок извините простите но я не понимаю что произошло обратитесь к мисс гатри она недавно прибыла с на сау взяла под контроль сделки с призами на бермудах сам джейкман к ней с поклоном заходит гантри что то знакомо ладно хорошо до встречи все торговец нас честно говоря мягко говоря послал куда подальше делать нечего все торговцы на архипелаге закрыты как вы уже поняли надо 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 что то делать главное сейчас внимание ребята по судовому журналу вот так сюрприз торгаши отказываются вести со мной дела говорят некая гатри тому виной гатри семья колониальных торговцев из бостона вроде что не забыли на карибах нужно выяснить не помню читал до этого я так журнал или нет но не суть значит так ребят можно сейчас также идти на бермуды на бермудах находим в магазине гатри по говорим с ней она говорит что месяц на то чтобы добыть золото но я не знаю хватит ли нам месяца я предлагаю сделать маленько по-другому мы не поедем часто мы не пойдем сейчас на бермуды мы пойдем искать в первую очередь золото в принципе как я уже ребята сказал если вы вот так вот внезапно получили этот квест не при в колоде естественно все сделки закрыты а предыдущие сохранение было но не очень удобным для того чтобы откатываться на него назад предлагаю прохождение сделать немножко иначе а иначе это как добыть это золото допустим денег у тебя приятель нету золото надо срок месяц что делать как нам быть вот попробуем сейчас в этой ситуации и его достать я предлагаю пойти в таверну всякий сброд естественно торчит в таверне я думаю нам пригодится так какие будут приказания капитан боцман я взял вот мы на себя на корабль мне надо чтобы бардажника было побольше ты кто-то бордажник нет ты пройду хата мне не нужен так это по-моему парк сыграй что-нибудь мишель до гормон ребят очень так делал у нас есть тебе разговор сегодня так он не хочет никаких дел со мной сегодня иметь ладно не ну можно в принципе переночевать попробуйте мой ром одна кружка свалит с ног даже старого парень вместе к тебе разговор что за разговор хотят вовремя дело или дельца а это мы всегда да о чем у меня есть к вам деловое предложение капитан только между нами давайте обсудим у меня в компании фаерфакс за бочонком отличного эля сегодня я с удовольствием принимаю ваше предложение очень предложение будем ребята принимать и смотреть вообще смысл всех этих переговоров заключается в том чтобы на какое-нибудь дело меня пригласил один из капитанов то есть дал мне грубо говоря наводку и на наводке не всегда бывает золото но мы должны его найти по крайней мере оно бывает я видел множество затерянных сокровий я уверен лишних ушей нет вот мои матросы уже в курсе предложение такое взять немного бесхозного добра бесхозного приятель шутишь ну конечно пройдет сколько убить но ведь за этим дело не станет хотелось бы узнать подробности данного предложения караван принадлежащий англии перри перевозящий золото мне уже интересно попал в шторм недалеко от марига марига а марига это этот сэн-мартен и пошел на дно но они успели спасти часть груза и высадится в бух в бухте бухта неистого ветра сейчас они ждут прихода своей эскадры очень интересно продолжаете нам стоит поторопиться петру нас в запасе 6 дней всего не будем медлить прикажите отплывать щитя же но ребят у нас нету времени и сейчас вот самая возможность просто взять свое ребята я не могу ту бухту какую мне нужно просто нормально причалить потому что меня замечает форт и нашу эскадру расфигачивают поэтому берег спасения бухта а причаливаем и наверное через сельву ребята сейчас придется нам пробраться туда куда мы хотим а вот мы походу и попали в бухту вот она и есть та самая бухта а да бухта неистого ветра ребята вот именно на нее надо было высадиться я не мог высадиться из-за того что я говорю меняем голландские корабли постоянно видели так давать их его босса валю так есть парочки готова так есть блин у нас мощная мощная такая поддержка я сказал но все все отлично ну вон они там в реке в месяцах неплохо капитан добыча составила 1477 золота моя доля 738 ваши расчеты правильные я согласен вот это я понимаю честно ребята дележ время убираться отсюда и платить по счетам погнали порт пиратское поселение бермуды мы приплыли со своей эскадры груженными золото но золото ребята на этот раз как я уже говорил одно не куплено она тупо стырина добыта в бою ладно хватит болтать переходим уже скорее в магазин а по прибытии в магазин мы подходим опять же к ней а вот и наш проблемный капитан ребят я диалоги не буду сейчас читать вы уже все видели так теперь давайте сбавим тонн и найдем решение наших затруднений 600 мер золотой руды сразу или частями на ваш выбор сколько сколько а мы тут офигеваем а вот и все ведите себя прилично хозяин не любит когда в таверне устраивают дебоши теперь так как мы уже произвели с вами уже вот этот налет на англичан под пиратским флагом естественно у нас 700 мер золота мы получили в честном бою ей надо 600 поэтому мы еще в наваре в плюсе остались вы вернулись да мне удалось добыть вижу здесь все на данный момент наши разногласия улажены всегда рада видеть исполнительного смекальства добытчика заходите еще до свидания я бы сказал прощайте а все новая запись не плюй в колодец то есть сейчас что произошло у меня немного осталось золото на корабле то есть ей надо было 600 а у меня 739 по моему было 139 золота у меня еще в плюсе я в наваре остался рассчитавшись с ней по квесту и у меня 335 тысяч получается денег я думаю в принципе такой вариант но опять же в моем случае мне повезло сама вот эта вылазка на золото она рандомная нужно долго искать какого-нибудь капера чтобы с ним вместе он дал тебе наводку и ты с ним вместе заграбастал чье-то золото а я в принципе ребята не пропускал день я просто вышел из магазина зашел обратно мы видим вооруженную до зубов охрану а вот этот вот торговец вместо той девки появляется подходите лучшие товары колонии добро пожаловать капитан петерблат похоже собирается шторм не правда ли добрый день сэр да но вчера был полный штиль для того чтобы разблокировать ребята магазин нужно сдать 600 единиц золота 600 единиц это я уже показал на корабле просто 600 слитков зол покупаете и отдаете либо либо покупаем до квеста откатываясь назад но это если у вас на счету есть приличный сумму денег на если этого нету я показал вам второй вариант когда вы находите в любой таверне случайного капера и надо его развести на какую-нибудь деловую авантюру в данном случае я показал что вот эта авантюра у меня она попалась сразу сразу на золото но на этом ребята серия наша подошла к концу не плюй в колодец прохождение квеста в разных событиях с разными точками исхода увидимся ребята в следующей серии не забывайте пожалуйста подписываться на канал ставить лайки ставить колокольчики и я думаю что мы очень скоро вернемся к прохождению за питера блада еще не все закончено всем пока а